Друзья, привет! Задумывались ли вы когда-нибудь, как правильно сказать ребенку нет? Как запретить так, чтобы он понял и при этом не обиделся на папу или на маму? Попробуем с этим сегодня разобраться. Поехали! И да, папы, сегодняшний ролик, скорее всего, больше подходит, опять же, для вас. Вы являетесь наибольшими авторитетами в семье. Для мамы этот ролик, возможно, тоже актуален, но в меньшей степени. Потому что папа-отец образец подражания, папа-воспитатель для малышей. Жене надо поддерживать мужа во всех его начинаниях. И, естественно, в отсутствии такого воспитателя, как отец, мать должна себя вести примерно так же. У запрета есть две полярности и золотая середина. Одна из полярностей, это когда вы используете метод уговоров возмущений. Вы вроде бы против, но боретесь навредить детской психике и говорите, «Малыш, ну пожалуйста, ну не стоит так делать, я тебя умоляю, я прошу». В этой ситуации ребенок очень быстро смекает, что из родителей можно бить веревки и часто выходит из-за грани дозволенного. Но еще хуже, если малыш это воспринимает как игру и начинает еще больше раззадориваться. Ну и в дальнейшем конфликты у малыша могут возникать не только с вами, но и с окружающими его людьми. И данную ситуацию он может проецировать также на окружающих. Так что имейте в виду. Противоположная сторона медали – это запрет с позицией силы. Здесь все на поверхности. Ребенок видит, что вы пользуетесь тем, что вы сильнее, крупнее. И он считает, что это нормально. И проецирует это на окружающий мир, что с позицией силы любые вопросы всегда можно решать. Не забывайте, что он повторяет все ваши действия. И в дальнейшем он также будет стараться решать вопросы с позицией силы. Ну и как же действовать, спросите вы. Все как всегда просто. Чувствуйте своего ребенка. Если малыш сию минуту совершит какое-то злодеяние, а еще лучше вы заранее раскусили его планы, то просто возьмите малыша за руку, посмотрите ему глаза в глаза и твердо скажите «нет». И объясните ему, чем тот или иной поступок нехорош. А заранее предугаданные действия и дальнейшие разъяснения окажут еще больше эффект на малыша. И не стоит в объяснении часто употреблять слово «нельзя». Использовать такие слова как «опасно», «нехорошо», «некрасиво» и так далее. Помните, что слово «нельзя» это очень строгий запрет. И если уж вы его все-таки применяете, то стойте на этом до конца. Поскольку «нельзя» обратного действия не имеет, никакими уговорами, плачем ребенок не должен добиться своего. Это был мой короткий ликбез на тему запретов. Надеюсь, что вы узнали что-нибудь новое для себя. Если узнали, то обязательно поставьте пальчик вверх, поделитесь этим видео с друзьями. Не забывайте писать комментарии, задавать мне вопросы. Ну а я с вами надолго прощаюсь. Впереди еще много всего полезного. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем добра. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!